добрались мы до музея мирового океана находится он напомню в кленинграде на реке приголя в основе создания музея лежит идея спасения возрождения легендарного научно-исследовательского судна его я чуть-чуть позже покажу помимо сохранения исторических судов консервации реставрации объектов подводного наследия музей ведет работу по нескольким научным направлениям эта история изучения освоения мирового океана исследование в области морского аквариума мониторинг окружающей среды и подводная археология сегодня мы будем смотреть рыболовное судно с рт 129 в планах у меня показать все выставочные экспонаты этого музея рт 129 является объектом культурного наследия россии федерального значения это единственное музейное рыболовное судно на борту которого экспозиция посвященная рыбному промыслу конце 30-х годов 20 века на верхней германии заложены рыболовные суда типа логер логер это не модуль для регистрации логов а траулер так вот сей траулер был 1949 году передан советскому союзу в счет репараций суда эти предназначались для промысла сельди в северной атлантике сетями и донным тралом это промысловое судно для добычи с помощью трала ну а сам трал это буксируемое сетное орудие лова условно это мешок сделанный из канатов и сетей очень широко применялся в мировом морском промышленном рыболовстве лов с помощью гигантских свободно дрейфующих в океане сетей стали применять с 19 века среднем длина сети составляет ну примерно 30 метров ширина от 6 до 12 метров процессе лова друг с другом связывают до 150 сетей в такую сеть гибнут морские млекопитающие и огромное количество не промысловая рыбы поэтому еще одно название этих сетей стена смерти сегодня такой метод рыбного промысла запрещен во многих странах включая российскую федерацию гидро пкани на 3 июня а и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...